Номер 240, то есть 240-й вебинар, который называется «Анализ состояния нормативной базы в области проектирования и строительства системы сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений». Ведущий этого вебинара – Табунщиков Юрий Андреевич, президент некоммерческого партнерства, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, автор нормативных документов с 1976 года, если я не ошибаюсь. И основной докладчик – это руководитель темы, инженер Александр Николаевич Колубков, вице-президент МПАВОК. Да, мы гордимся нашими президентами и вице-президентами, я тоже вице-президент АВОК. Сегодня на вебинар зарегистрировался 281 участник из 69 городов Российской Федерации и 16 городов 9 зарубежных стран. Это Азербайджан – Баку, Белоруссия – Гродно-Витебск, Казахстан – Караганда, Латвия – Рига, Молдавия – Кишинев, Монголия – Ламбатор, Трукмения – Ашхабад. Мы читали, что у вас сегодня там наводнение. Аккуратно. Украина – Киев, Кривой Рог, Ромна, Черкассы, Харьков, Макеевка, Донецк. Эстония, Таллинг. Мы всех приветствуем. Александр Николаевич получил несколько вопросов уже от вас, на которые он ответит. Если будут вопросы, еще дополнительно задавайте их в чате. Приятного вам прослушивания. Думаю, что информация будет интересной, очень интересной. Я приглашаю Юрия Андреевича Табуличкова для обзора, для введения. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел сделать введение к сегодняшнему вебинару и той работе, огромной, которую проделал Александр Николаевич Холубков. Он является руководителем этой работы. Но почему эта работа возникла и каковы ее цели? Дело в том, что в 2009 году был принят федеральный закон 384-й, технический регламент о безопасности зданий и сооружений. И в соответствии с требованиями этого закона были гармонизированы 78 сводов правил обязательного применения. Интересно то, что в регламенте предполагалась также возможность применения на альтернативной основе правил и стандартов для обязательного применения. Единственное, что, конечно, и должна была бы принимать экспертиза. Вместе с тем, в последние годы регулярно появляются предложения по введению принципиально новых видов нормативно-технических документов в строительстве. Это очень такая тенденция интересная, но в то же время очень и опасная, когда нужно делать пересмотр всей нормативной базы. При этом есть целый ряд поручений руководства страны по оптимизации системы документов по техническому регулированию в строительстве, используя при этом международных, европейских, в первую очередь, норм или как они называются, еврокодов. Следующий шаг был сделан после 2009 года. В 2014 году по итогам заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России было поручено исполнительной власти с участием теперь уже национальных объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере было поручено обеспечить реализацию комплексной программы мероприятий по гармонизации российских и европейских стандартов в области строительства, то есть еврокодов. Дальше следующий шаг был в 2016 году, 17 мая, по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации Президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству Российской Федерации с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций в сфере архитектурно-строительного проектирования и строительства привести в соответствие современными требованиями документы технического регулирования в сфере строительства в то же самое время принять меры по гармонизации отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик. Нужно также вернуться, что еще в 2014 году было предложено сформировать систему нормативно-технических документов в строительстве, установить их иерархию и статус всех применяемых документов, подготовить предложения по пересмотру устаревших ведомственных и территориальных норм. Тем более, что действующий федеральный закон о стандартизации в Российской Федерации также ставит задачу пересмотра в определенном законном сроке отраслевых стандартов. При этом необходимо максимально использовать международный и европейский опыт. То есть все время здесь мы должны при пересмотре опираться, гармонизировать, забирать лучшее, в том, что создано в международном опыте, прежде всего в европейском опыте. Опыт Государственного и Евразийского экономического союза также подтверждает необходимость формирования, концепции реформирования системы нормативно-технического регулирования в строительстве. То есть из всего этого вытекает следствие, что работа по нормативным документам не только не прекращается, но она приобретает все большее масштабы и очень нуждается в мониторинге и систематизации. И вот эта работа была поручена АВОКУ, как организации, которая объединяет большое количество специалистов, работающих в нашей отрасли отопления, вентиляции, кондиционирования. И возглавил эту работу Александр Николаевич Колубков, который имеет огромный опыт как проектирования, так и работы в экспертизе с нормативными документами. Нужно сказать, что АВОКУ зарекомендовал себя тем, что мы сделали более 50 нормативных документов разного уровня применения, которые пользуются большим спросом, а не надежный, популярный. И вот самое интересное, на мой взгляд, сегодня, это АВОКУ создал свою систему рейтингования, стадионов, чемпионату мира по футболу с 2018 года, и сегодня проводится рейтингование семи стадионов в различных городах России. Ну, а теперь о самой работе, о ее сущности. Она, конечно, еще не завершена, но уже сделан очень важный такой этап, расскажет руководитель этой работы Александр Николаевич Колубков. Пожалуйста, Николаевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как тут уже почти все рассказали, но попытаюсь немножко более подробно рассказать, что все-таки в этом мониторинге есть и о чем будут идти смыслы. Для тех, кто не знает, у нас президент Владимир Владимирович Путин, и вот Юрий Андреевич говорил, о каких он задачи ставил. И я хочу сказать, что не было сказано основной задачи, которая в его выступлении прозвучала на этой, условно говоря, государственной тусовке. Он просто сказал следующее. Принципиальная роль в качестве развития экономики принадлежит новым профессиональным стандартам, но они заработают только в том случае, если будут востребованы самим бизнесом. И поэтому их подготовка должна идти с участием самих профессиональных сообществ. Делать это у нас в стране зачастую нет. Стандарты, ну, пишут какие-то люди, да, мы знаем, что получается, вы тоже знаете, поскольку полис нормативный. Какое качество нормативов, тоже знаете, вопросов много задают, но тем не менее. Если сделать исторически небольшой анализ состояния вопроса, то за отправную точку вычислился 1994 год. У нас структура нормативки выглядела следующим образом. Были, условно говоря, федеральные нормативные документы, к которым относились СНИПы, ГОСТы, российские своды правил, руководящие документы системы строительства. Вот СНИПы как бы были основными документами, всеми пользовались, привыкли, и ничего там было, собственно говоря, плохого, нехорошего, что заставляло бы его дробить на обязательно, не обязательно, и такого просто не было. Все, что было написано в СНИПах, попадало туда из практики, из опыта, где-то случалось, то есть обобщался опыт строительства. В эту структуру также входили нормативные документы субъектов Российской Федерации и производственные стандарты. Ну, нужно сказать, что не должны были при этом нарушаться стандарты других отраслей деятельности, в том числе и различных надзоров, технологического, пожарного, санитарно-гигиенического и прочего. Значит, нужно сказать об этой структуре пару слов. Структура, конечно, она была, мы к ней привыкли, но и зенов там тоже было много. Например, согласно этой структуре могли издаваться территориальные нормы. И появлялись, в том числе, потопление, вентиляция с ним по субъектов России, СОД-правил потопления Рязанской области, нормативные документы Петербурга, других городов. Стандарты предприятий, которые зачастую в большом количестве издавались, ну, кто как посмотрит на этот стандарт, он так издавал, и некоторые стандарты просто в каких-то позициях зачастую противоречились с ним. Казалось бы, эту проблему должен был решить Федеральный закон о техрегулировании, но, как мы знаем, уже прошло 15 лет с принятием этого закона. И что у нас, собственно говоря, произошло? Ну, этот данный закон, он фактически ввел принцип обязательности и добровольности, требований к процессам проектирования в соответствии с техническими регламентами. У тех регламентов такой документ, который, в принципе, устанавливает обязательно применение и исполнение требований к процессам проектирования. Но этот закон не регулировал отношения, связанные с разработкой и принятием к исполнению санитарных и эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, в сфере строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, утилизации. То есть те вопросы, которые в СНИПах, собственно говоря, присутствовали. Но, к сожалению, этот закон, хоть он и вышел, но он не способствовал эффективному реформированию действующей системы технической регулирования, а только создал дополнительные административные барьеры, в том числе в виде обязательности добровольности. Она оттуда пошла. То есть был заторможен, собственно говоря, с выходом этого закона, был заторможен процесс разработки и пересмотра нормативных документов, что привело в конечном итоге к техническому отставанию и снижению уровня безопасности в строительстве. Этот закон критиковался всеми. Не критиковал только ленивые, критиковался он и руководством страны, и в него неоднократно относились поправки. И после того, как вступил в силу закон о техническом регулировании, началась, в принципе, масштабная работа по актуализации ряда нормативных документов, в том числе и снипов. Вернее, она не началась, она, условно говоря, всегда продолжалась, но до 2008 года снипы просто не актуализировались. Были какие-то висели на сайтах Минрегиона проекты, но они так и не были утверждены. И когда вышел, еще раз повторюсь, 384 ФЗ, работа эта началась достаточно масштабно. И практически она была направлена, эта работа, ну, как бы, предписывалась в техническом регламенте переходить на параметрический метод нормирования всего. То есть, у нас сложилась структура такая, что все, что до этого было, вернее, но было, это стандарты предприятий, и стандарты организации, и стандарты АЛОК, это как раз и были параметрические методы, которые предписывали, как цели добиваться теми или другими способами. А ССП, которые стали выходить после актуализации СНИПов, они практически, этот принцип, он там погиб, поскольку стали, четко возвратились к предписывающим методам. И к предписывающим методам вернулись еще тогда, когда в поддержку этого федерального закона вышли два постановления правительства по области применения сводов правил. Вот это негативно сказалось на этих сводах правил и нормах. То есть СНИПы, которые обновлялись, там были выявлены в результате мониторинга, да и по факту их применения, очень много негативных моментов. То есть, когда новые СНИПы, СП разрабатывались, допускалось включение в их состав старых требований, то есть просто переписывались. А эти требования зачастую не соответствуют современным разработкам и технологиям. И зачастую разные нормативные документы предусматриваются включения требований, направленных до достижения, например, одной цели. Но пути достижения этих целей в разных нормативных документах были различны. И внесение ряда требований сводов правил, которые якобы на обязательной основе должны были обеспечить соблюдение Федерального закона 384, привело к частичному ограничению использования принципа гибкого нормирования, где это было возможно. И, собственно говоря, эта причина явилась возвращение от параметрического к приписшему методу технического регулирования. И причин тут достаточно много. И, собственно говоря, чтобы способов, чтобы все были довольны, и заказчики, и проектировщики, и так далее, в этой структуре быть не могло. И возникла, соответственно, анархия в этой сфере нормированная. И она возникла сама собой, а не из благих побуждений там правительства, которые приписывали делать какие-то нормативы обязательные или добровольно. Нужно сказать, что вот за последние 15 лет, которые прошли с принятия этого закона, выросло целое поколение проектировщиков, у которых уже этот принцип избирательности при изменении положения СП прочно застрял в головах. И еще хуже того, что появилось целое поколение экспертов, молодых экспертов, которые, собственно говоря, тоже выросли на этом принципе. проверяя там нормативную документацию, они обязаны проверять ее только на соответствие к принципам, которые содержатся там, входят в рамки обязательных применений. Система совершенно глупая, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой взгляд. Это еще усугубляется положение тем, что государственные институты, собственно говоря, которые у нас существовали, они развалились попросту. Они недостаточное финансирование, недостаточная загрузка привела к тому, чтобы государственные институты просто разорвались. И система еще по реформу профообразования тоже дала свою лекту, поскольку она оставляет желательно много лучшего в подготовке кадров, которые выпускаются строителями, ну, разными учебными заведениями. Но, безусловно, даже вот в этой анархии остались какие-то очаги, я так называю, сопротивления. То есть люди, которые заинтересованы все-таки в том, чтобы были нормальные, нормативные документы, но этих людей становится все меньше и меньше. Потому что есть энтузиастов, как бы, достаточно много, но энтузиастов, которые могут это дело сделать, и еще обладают соответствующими знаниями, их становится, скажем, условно, вводом меньше и меньше. И понимание проблем, конечно, возникает у Минстроя, у правительства, они предпринимают какие-то шаги. Но, в частности, Минстроя, например, решил возродить систему ГАПов. На уровне развала институтов надо возродить систему ГАПов и ГИПов. Но пошел по какому пути? Предложил делать, создал положение такое, что ГИПом, и регистрировал, собственно говоря, ГИПов в реестре специалистов, но из условий того, что ГИПом может быть только специалист, отработающий 10 лет. Совершеннейший абсурд, то есть только стаж мог давать, условно говоря, статус проектировщику и сотруднику стать ГИПом. Этот абсурд, ну, я просто даже не понимаю, кто его придумал, потому что роль ГИПа всегда должна была оцениться по его работе, по портфолио, по тому возу работ, который он ведет, как он его ведет, что он делает, и ставит здесь какие-то временные ограничения, это вообще неприемлемо. И в то же время, например, экспертами могли становиться люди, имеющие опыт стаж работы 5 лет. А что за 5 лет могло сделать экспертом обычного проектировщика, того же студента? Ведь чтобы стать экспертом, достаточно просто сдать экзамен сейчас. А у нас молодые люди, которые владеют навыками компьютера, способны запомнить там 200 вопросов и на них плодотворно ответить, получить статус эксперта, квалификационный сертификат по закону и стать экспертом. И вот, собственно говоря, такие эксперты, не имея практического опыта работы, для них это благо, когда они могли проектную документацию только проверять на обязательные требования. Достаточно было полистать СП, где выделены эти требования, обязательные к применению, к поддержке техрегламента, и посмотреть рядом лежащую стадию проектной документации. А что-то не нравится, записать такой учет. А будет ли там система работать? Что вот эти решения, которые в проектной документации приведены, получается так, что их уже никого не интересовали. Эта система, она звучала вот такая штука, что в выступлениях руководителей экспертиз, даже государственных, с разных трибун. И что такое вот включить в реестр, чтобы фирма существовала, пять специалистов. Собственно говоря, и маленькие фирмы есть, у которых нет пяти специалистов. Фирма должна быть, условно говоря, большая, потому что специалист должен иметь стаж работы. И что произошло? Люди, которые попадали туда, в этот список, в государственный реестр, ну, любой, наверное, сотрудник, любой руководитель у себя на почте получает приглашение, рассылки, готов помочь вашей организации с попаданием в реестр специалистов. Естественно, на небезвозмездной основе. И для чего вот эта структура тогда создавалась и работала. То есть вот такие нюансы, они достаточно серьезные. И результаты, на мой взгляд, так и не приносили. Вот попытки Министроя сделать статьи две, условно говоря, это реестр и ГИП и ГАФа. Если вернуться к федеральному закону 384, то основополагающая статья, которую пользовались все люди при нормативном творчестве, это статья 6. Статья 6 этого федерального закона говорит, что документы в области стандартизации в результате применения которых обеспечит соблюдение требований федерального закона определяются правительством России. И правительство России, в принципе, должно уделять или СП соответствующие, или перечни пунктов этих СП, соблюдение которых на обязательной основе эти требования федерального закона поддерживают. Вот кто писал эти пункты СП, которые стали обязательными сначала в постановлении 1047, потом 15-21, мало кто осознается, кто их писал. Попытки их найти, этих людей, тоже не уничают с успехом. Отсюда вот масса разночтений, какой пункт должен быть обязательным, какой добровольным, вот они все должны быть обязательными, пункты к исполнению, просто мало кто читает постановление. Если ты не хочешь применять какой-то пункт, который относится к статусу добровольного, ты должен пойти применить другое требование любого документа и обосновать его, что применение этого пункта позволит тебе решить ту или иную задачу. Но, тем не менее, вместо того, что после постановления 1047, когда оно закончилось, вроде бы актуализация СНИПов в СП прошла, и казалось бы, что следующим своим постановлением, которое обновлялось раз в 5 лет, правительство могло бы утвердить эти спец в качестве обязательных, просто всех, как документа. Тем не менее, оно пошло на повтор своих действий, и мы получили постановление 1521, с рядом, может быть, добавленных пунктов или немножко перемешанных, но принцип тот остался, что какие-то пункты являются обязательными в поддержку, в генеральной законе, а какие-то добровольно вы можете применять либо пользоваться другими пунктами, в других нормативах. Ну, мотивировку вы должны были объяснить в экспертизе, соответственно. И что я должен сказать? На мой взгляд, вот эти два принятия этих двух постановлений, именно в них заложена причина выхолощивания сводов правил как нормативного документа. Не может быть в нормативном документе какие-то пункты обязательные, какие-то добровольные применения. Это совершеннейшая глупость. Что еще произошло, вот когда эти два регламента вышли? Вышли два регламента у нас очень серьезные. Техрегламенты выходили, должны были выходить на все вот сферы жизни, но, тем не менее, вышли такие два мощных техрегламента. Это техрегламент по пожарной, требованию пожарной безопасности, ТО-23 ФССР, и технический регламент 384, безопасность здания и сооружения. Тут, с выходом этих двух технических регламентов, побочный эффект был очень такой серьезный. Это был нанесен еще один мощный удар по СНИПам и сводам правил. То есть, своды правил разделились на две позиции, на две глубокие разделенные группы. То есть, своды правил с серии 131.30 и своды правил с 133.30. То есть, из сводов правил, которые существовали, были изъяты все положения, которые относились к требованию пожарной безопасности, и на их основе были сформированы своды правил с серии 131.30, которые выходили при гиде МЧС. Вот это раздробление, оно ничего хорошего показывать не принесло, потому что нужно смотреть, условно говоря, в две-три книжки и так далее, чтобы понять, какой пункт надо применять и как его применять. Это, опять же, порождение принципа обязательности добровольности. Что еще нужно сказать? Что, в принципе, в нормативной документации, в нормативном техническом регулировании делается достаточно много. Когда стали опускаться средства на поддержание этой нормативной базы, то за два года, с 15-го и 17-го, было очень много сделано с соответствующими структурами, в том числе Минстроем. В АУХЦС Минстроя было актуализировано порядка 150 сводов правил, провели инвентаризацию большого стандарта, которые стояли, то есть вы можете на экране видеть их количество, достаточно серьезные. В конце концов, в конце 2017 года у нас появилось 365 сводов правил, и в том числе 225 новых, 129 актуализированных. Очень много сводов правил, но в них запутаться или не запутаться можно, но речь не об этом. Речь о том, что в этом объеме сводов правил, вот я взял с сайта ФАУФЦС такую картиночку и выделил, что мы-то инженеры не оказались отделены. Если вот красненькие вы посмотрите, то у нас более половины из этого объема в той или иной мере затрагили инженерные системы. И это достаточно отравно, потому что зачастую инженерка просто остается на задвор, как говорится, творчество. Все к ней достаточно лекомысленно относятся, не все, естественно. Есть такие застройщики, люди, танки, которые занимаются стандартной сборочкой, которые знают, как открыть кран, и вода потечет, и думают, что это все так вот на этом деле и кончается. Включил выключатель, зажглась лампочка, а как только по проводам течет, это или по трубам вода течет, это можно не знать. Но это такое отступление. Тем не менее, что касается инженерных систем зданий, вот в этих вопросах, что касается инженерных систем, там целых три комплекса были такие выделены, вот вы видите на экране своды правил, которые были приняты или актуализированы. Но я нашел как бы свою смелость выделить в них синеньким цветом некоторые моменты. То есть стали появляться здесь правила обследования в сводах правил, или правила производства и приемки работ, или правила поректирования и монтажа. Вот такие моменты стали появляться, которые в ранее принятой структуре никогда бы не стали сводами правил. В лучшем случае они бы стали рекомендациями, а сейчас они становятся сводами правил. Ну, как бы понятие есть, почему они становятся сводами правил, потому что надо выполнять поручения правительства, можно заработать на выпуске сводов правил, кстати, многие этим пользуются. И что касается, например, следующего комплекса, типа снабжения, отопления и вентиляции, тоже достаточно, назад вернись, много было сделано, но опять же появились такие вот синенькие, посмотрите, правила проектирования устройства, правила проектирования устройства, или там расчет потребностей в том-то и том-то. В то же время, никогда бы в старой структуре это не стало бы сводом правил. А вот правила проектирования устройства, они перешли плавно из НОС-Троя. А НОС-Троя решил свернуть свою законотворческую деятельность. Просто вот решил, пришел новый руководитель и сказал, нормотворчество в структуре строителей не обязательно. Совершил, на мой взгляд, достаточно серьезную ошибку. Но, тем не менее, что выросло, то выросло. И вот часть СП перекочевалась такими названиями под крылом инстроя и выходила и выходит вот в таком виде. То же самое произошло в области следующей базы. Это касалось электрооборудования, управления, связь. Но здесь достаточно малый круг сводов правил, которые вышли. поскольку достаточно серьезные были и 133, и 134, и своды правил, они очень хорошо и объемно написаны. СП-256 это актуализация СП-31 по электрике. А вот следующий там выходит СП электроустановки низководных зданий и сооружение правила проектирования защиты от поражения электрическим тёпом и правила проектирования во взрывоопасных зонах тоже они как бы свод правил в лучшем случае это могут быть рекомендации или методические указания. Но опять же они становятся вводим правил. И хочу все-таки вернуться к траткам исторического анализа состояния вот этого вопроса. Если брать весь мир по структуре ВТО нормативную базу строительной отрасли составляют согласно квалификации ВТО это нормативный документ. Нормативный документ они подразделяются там на два класса. Это документы обязательного применения и добровольного. То есть здесь мы как бы пытаемся идти за всем миром. Но там строительные документы обязательного применения это право устанавливающие нормы нормы административного права строительные нормы. И в этом системе ВТО за границей нет понятия тех регламентов. Тех регламентов это такая структура которая довольно специфическая она принята в России в странах ИРОЗЭС. А в мировой практике такой другой стороны нет. Но технические документы по соглашению ВТО являются категорией документов технического характера которые имеют обязательно применение. ФАУХЦС тоже как бы видя такое дело она стала проводить соответствующую работу. Суть работы в чем состояла? Она заказала отчет отчет был заказан многим людям которые писали в той или иной мере нормативные документы многим организациям и она заказала отчет по комплексному исследованию нормативной технической документации строительства и пыталась собрать условно говоря предложение со всех кто там участвовал. этот документ висит на сайте ФАУХЦС любой желающих может его почитать и я тоже почитал условно говоря и ничего такого кроме вопросов это чтение не оставил оставил только ряд вопросов. Все что кто там предлагал пытались предложение совершенно очень интересно в основном сводились к тому как разделить СТ чтобы здесь из них делать строительные нормы строительные правила из одного документа сделать 3, 4, 5 и так далее. Ну моя фамилия в этом отчете тоже есть а вот к сожалению выводы которые я туда подавал их там нет. Вот такая интересная коллизия возникла а вместо моего отчета приложены там рекомендации по сводам правил подоснабжения и водоотведения которые делал другой какой-то сотрудник. Ну такие коллизии случаются. Дальше. и это вот можете посмотреть что являлось результатом анализа этого отчета но этот отчет собственно говоря не был одобрен не был одобрен потому что в числе заказчиков был и нострой и он дал отрицательное заключение на этот отчет. Вот вы видите это протокол заседания комитета инженерного обеспечения системы нострой в свое время и он дал отрицательное заключение то есть основное в отчете что основная цель не выполнена в отчете в этом нет ничего что привело бы к устранению административных барьеров и тем более к созданию понятных правил для корректирования экспертизы это все подготовка к тому о чем мы потом дальше расскажу что делается для упорядоченной системы нормирования если вернуться к федеральным законам о техрегулировании то он подразумевает обязательность применения требований безопасности требований безопасности в этом федеральном законе приведено 8 требований это механическая пожарная и те виды безопасности какие вы видите на экране и в то же время наряду с мы строим озабоченность проявляет и правительство правительство применим как бы правительство принимает свои движения оно озабочено тем чтобы сделать вот это все расхождение ну ликвидировать все нестыковки и оно в течение 2017 года допустило два проекта постановления и вы они эти два проекта постановления были в основном направлены на статью 6 которая регулировала как раз нормативное творчество систему нормативно-технической документации то есть первым проекте постановления который был в январе 2017 года была предложена такая система нормативной документации то есть на обязательное основе должны были выйти строительные нормы с требованиями поддержания пунктов по механической безопасности и нормативные правовые акты органов федеральной исполнительной власти которые бы обеспечили все остальные пункты поддержания вот этих требований безопасных федеральных законов вот глядя на эту картиночку собственно говоря совершенно было понятно во-первых вводился новый термин санитарная норма но санитарная норма по обеспечению механически безопасности зданий и сооружений это что-то было такое абсурдное если кто допустим возьмет и проанализирует наши нормы там СП-60 СП-30 то требования механической безопасности там уложатся на страничках на двух что такое механическая безопасность в системах вентиляции допустим вытопления да трубопроводы должны выдерживаться какое-то там давление да еще температура еще какие-то моменты но все остальное требования климата требования качества воды в сангигиенических нормативах пожарные так и так ушли их там просто бы не было и что во что бы превратились своды правил допустим те которые не привыкли они бы просто были ни о чем а все остальные бы требования мы получали в виде каких-то распоряжений приказов методических указаний органов федеральной исполнительной власти такая система она предлагалась но насколько она удобна ну трудно сказать а на добровольной основе предлагалось оставить своды правил национальные стандарты и так далее и так далее причем говорилось что своды правил они должны содержать технические правила процедуры и решения которые бы поддерживали требования санитарных норм но если санитарных нормах по нашим инженерам систему остались требования безопасности то своды правил поддержку требования санитарных норм по прочности трубопроводов механической это просто еще какой-то следующий абсурд потому что мы это привыкли что своды правил нам дают познание там пути решения разных задач как решать такие требования выполняются для достижения той или иной цели как считать как проводить расчеты это уже веелась и мы к этому делу привыкли но тем не менее вот такая была попытка она собственно говоря ни к чему не привела и получил отказ отказ она получила потому что требования поддержать поддержки вот нормативной документации они лежат закреплены за ним трамп торгом контор и рспп далее отрицательное заключение это постановление надо сказать что в конце года еще практически под конец года вышел правиль следующее постановление он был еще более такой продвинутый и там было подробно расписано как все это надо делать а почему это проекты выходили потому что путин то дал поручение в этих поручениях кто их может посмотреть в совету там четко написано что должны быть введены строительные нормы систему нормирования но вручение дать выполнить разные вещи потому что писать строительные нормы не писать и так писать так никто до сих пор и не решит как это должно выглядеть но тут что следует сказать что было в этом постановление правительства такого интересного то есть при проектировании и изыскании строительстве допускалось применение строительных нот сводов правил и национальных стандартов которые должны были включить во те в реестр соответственно реестр федеральный реестр предполагалось создать куда бы вошли все нормативные документы действующий наvida правил на тот период времени и федеральный реестр он должен был быть каким государственным и нормативные документы и единственный плюс чтобы туда могло попасть это нормативные документы которые должны были пройти соответствующие экспертной комиссии и собственно говоря против этого положения но никто бы не возражал один был вопрос оставался что такое экспертной комиссии кто вы их назначал назначал бы и кто туда собственно говоря попал кто бы давал отчет нормальные требования технику безопасности которые в существующих нормативов сохранялись вот такая система как бы была предложена было предложено с тема были предложены документы которые должны в этот федеральный реестр но кроме плюсы по экспертной комиссии там было много и минусов то есть документ если он попадал в этот федеральный реестр он точно также могу быть актуализирован только через пять лет что такое документ актуализирую через пять лет у У нас технологии-то меняются стремительно, меняется весь мир очень стремительно. Возникают какие-то просто новые оборудования, устройства, просто технологии, которые могли бы быть использованы в наших проектных решениях, но если бы этот документ попал в этот реестр, в соответствии с этим постановлением правительства, пользоваться мы им не смогли. Является это тормозом? Да, является. И можно на эту тему много распинаться, я думаю, на эту кто хочет посмотрит этот федеральный реестр, я должен сказать, что он также был, условно говоря, отменен. И с точки зрения актуализации или взгляда из дне на этот проект постановления, понимаем, что если бы его приняли, то это был последний гвоздик, крышка гроба всей строительной, нормативной и технической базы по инженерным системам. И я еще повторю, что не случайно категорические проекты постановления были отвергнуты Минпромторганом и СТП. Но в этих документах был разумный отказ. В этом версии, ну, какого, конца 2017 года это отказ от СТУ. Что такое СТУ, наверное, все знают, уже просто, наверное, это воспринимается как нечто обыденное, потому что СТУ пишется, условно говоря, кроме уникальных, там, высотных зданий, зданий, там, в которых недостаточно требований надежности, они пишутся буквально на все. Начиная от туалета, детского сада, кончая любым там документом, где какой-то пункт при проектировании не попал в эти обязательные требования. И написание СТУ превратилось в целый бизнес. Целый бизнес, который занял свое место в системе нормирования, а толку от него было достаточно мало. Почему было мало и почему было больше вреда, то зачастую СТУ писали структуры одной и той же организации, которая занималась и строительством, и законотворческой деятельностью. Сама для себя проектировала, писала нормы, потом по ним строила. И в СТУ попадали совершенно, на их взгляд, требования. Вроде бы, они им казалось, что они нормальны, а проводя их через СТУ, они противоречили всем нормам, которые были до этого СП. Вот эти СТУ читаешь, просто где выдаются. То есть, инвестор мог позволить себе, написав сам себе СТУ, проведя их соответствующим образом через определенные структуры, и выполнять те или иные нормы. А почему мог и не выполняться? Потому что в законе написано, что СТУ является документом, определяющим для того или иного типа зданий, и не стоит выше всех сводок правил. Экспертиза, которая могла обратить на внимание, что нельзя так делать, она ничего не могла поделать. Именно по этой причине, что СТУ носит статус выше, чем, условно говоря, требования сводок правил. Ну, совершенно понятно, что это полный раздрай, и что раздробить технические требования по разным документам, это совершенно нейтральный путь. То есть, вывод из этого постановления правительства может сделать только один. В техническом нормировании в сфере строительства не может быть принципа левить рак и щука, когда каждый тянет на свою сторону. Еще, вот если мы пришли к органам, как говорится, исполнительной власти, у нас МЧС, органы исполнителей власти, федеральный, инвестстрой, все, то, ну, можно просто несколько примеров привести. Но что касается органов исполнительной власти, Роспотребнадзора. Он в одном моменте взял и озадачился темой, что у нас есть маленькая легионила, бактерия, которая может подкосить наш народ и вывести его из строя. И так серьезно, что все это дело, что, ну, без этого существовать просто нельзя. Но я должен сказать, что организм советского, и тем более российского гражданина, никакая легионила не возьмет. А тем не менее, вот такие требования вышло, и что было приписано? Чтобы эта зараза не развилась где-то, надо воду подгреть, горячую нам до температуры не меньше 60 градусов. Вот люди написали такое требование, и не отдают отчет. А что к чему это приведет? То есть никто в последствии не считает. А если бы они почитали исследование, допустим, нормативное, или просто учебники открыли, они бы увидели, что если у нас в трубопроводе в основном горячее заснабжение оцинковка, что при таких температурах наблюдается как бы интенсивное обслонение цинка от трубы. Произошло обслонение цинка от трубы, появился очаг точечной коррозии. По источнике точечной коррозии, соответственно, срок службы таких трубопроводов уменьшается пропорционально. А кто за это будет платить при ремонте? А при ремонте мы с вами будем за это платить, сдавая, условно говоря, по несколько рублей с квадратный метр, занимая площадь, за некапитальный ремонт. Но не факт, что эти деньги, которые вы сданы, вы получите их на ремонт. Но тем не менее, все это ложится на плечи условно потребителя. Что такое, сказать, перейти на параметры не меньше 60 градусов? В Москве, например, и в России просто система теплоснабжения сложилась таким образом, что порядка 20 тысяч ЦТП действует. И они действуют, они построены в 70-е годы, когда было предложено или нормативно закреплено требование для поддержания 55 градусов системы теплоснабжения. Все как-то с этим жили и не тужили. А что такое перейти в существуемый ЦТП с 55 на 60 градусов? Поверхность теплообменника установлена, не позволит это сделать. Надо менять эти теплообменники. А сети у нас тоже все изношены. У нас зачастую теплоснабжение от ЦТП горячей водой идет по одной трубе без циркуляции. И многие, условно говоря, продвинутые пользователи, что можно было увидеть по телевизору, вызывали себе кинохронику, кинокамеры, подносили термометр к крану, доказывали, что у них не течет вода с температурой 60 градусов, и отказывались платить по суду. И мы совершенно спокойно выигрывали. Сейчас, ну не знаю, к сожалению или к счастью, или просто постарались такие сюжеты на телевидение не пускать. Но вот непросчитывание последствий, к чему приводят такие требования, лучше сначала им и заняться, а потом уже выносить какие-то примеры. Но нужно сказать, что Минстрой тоже у нас не отстает. У нас среди любимых требований сводят правил, которые подлежат актуализации. Я обратил внимание, что это почему-то вот СП-30, 60, СП-113 их с завидной периодичностью актуализируют. Но каковая цель этой аттуализации непонятна. И вот, допустим, в СП-113 в последней версии появилось, например, требование выброса в подземных стоянках отнести на 30 метров от дома. А при том, что по тому же СП, когда мы считаем концентрацию в выбросах, мы делаем это по расчету на раздавление выбросов до ПДК. То есть практически мы воздух из этой шахты выбрасываем смесь в вытяжном воздухе в концентрации вредных веществ, в виде СО, НО, ИКС и СО. Она не превышает ПДК. И зачем относительно 30 метров от дома, совершенно непонятно. При этом, условно говоря, стоящие под окнами газующие машины, или там дом, если он находится на магистральной улице, приезжающие машины, они оказывают больший вред. И, казалось бы, Артон, напиши в этом СП-113, просто запрети машинам ездить мимо дома. Причем здесь отнести какую-то шахту на 30 метров. То есть моменты какие-то не поддаются ему разуму. И в то же время, казалось бы, раньше, что было в нормативах, в этих нормативах не появляется. В СП-113 почему-то забыли написать требования к прияркам трапам лотка в подземных этажах для отвода воды при пожарах. Как будто они перестали быть нужны. Если отнестись к СП-30, тоже вот мне кажется, на нем я хочу немножко остановиться. Это вот просто вообще шедевр, да? По версии 2019 года, например, производительность полосительных насосов подбиралась по кубам в час, а не по литрам в секунду. То есть был нарушен основной принцип, который позволял по мгновенным расходам воды, которые определяются на нейравномерность пользователя, иметь в каждом кране соответствующее количество воды, что не дает подбор насоса, пока вам час. Тем не менее, 4 года все люди жили и в проекты включали эти производительности. А почему это привело? Ну, наверное, люди жалуются, что воды нет в том количестве, что есть, но никто и анализ этого не делает. А версии 2016 года, когда прошла актуализация, прошел еще, например, это, ну, вернули это литры в секунду, но появился следующий шедевр. Почему-то предложено в этом, ну, как один из примеров, повышать напор повысительных установок на 20%. Вот я привел формулу этого расчета. То есть формула совершенно понятна, надо поднять на высоту здание воду, добавить к напору насоса потери там по сети, по потере на местных сопротивлениях, да, добавить величину свободного напора, и мы получим величину напора для повысительной насосной станции. Но почему надо 20% на высоту дома еще добавлять? То есть представим себе, мы имеем 100-метровый дом, да, и должны обеспечить на последнем этаже напор 20 метров. Совершенно спокойно мы подбираем 20 метров, прибавляем потери, добавляем там, вычитаем, условно говоря, фактически минимальный расход на воде и получаем напор насоса, который достаточен для обеспечивания этой цели. А еще добавить от 100 метров высоты еще 20 метров добавить, это к чему приведет? Это приведет просто к тому, что мы на последнем этаже вместо 20 метров получим 40 метров. Чтобы это не произошло, мы вынуждены будем этот напор дросселировать либо частотным приводом, либо регуляторами там перед кранами. А к чему это приведет? Мы будем тратить лишнюю энергию, будем покупать более мощные насосные установки, будем затрачивать туда кабельную продукцию, соответственно, электрические мощности, которые никогда не нужны для этого дела. Если бы это нормативы, хочу на этом примере остановиться, если бы мы пошли по пути нормирования непредписывающих, что там написано, и такие проекты на экспертизе появляются, с такими же формулами, люди совершенно спокойно, нормы там написаны, они не задают себе отчет, особенно недостаточно имеющего проектирования, они не дают формулы написанное, считают и получают такие напорные насосы. Это предписывающий метод. Для оптировщиков вроде бы делать надо только то, что будет написано, и все будет хорошо. Это и есть предписывающий метод. Экспертиза, поскольку этот пункт есть в СП, ее остается только проверить, соответствует ли решение оптировщиков требованиям СП и утвердить в проектном документации в экспертном заключении. А следующий контролирующий орган, это стройнадзор. Естественно, он берет стадию проекта и проверяет ее выполнение на стройке. Если бы у нас нормативная документация строилась по параметрическому методу, о чем я уже говорил, то у нас бы был совершенно другой подход. Для опровентировщика нужно было бы выбрать вариант достижения этой цели, согласоваться с заказчиком. В лучшем случае он бы подобрал насос, варианты массы, или подобрал насос, как я уже говорил, без этой добавки к высоте, или поставил бы водонапорный бак, допустим, на тех этаже, как вариант, но условно говоря, как это делается в Азии, в США, в других странах, или мог бы выбрать, например, нормальный режим, я буду носить воду бедрами на последний этаж, а мы в тазике, как вариант, чем не вариант. Для этого нужно было согласие заказчика и попытаться довести до экспертизы, что он выбрал правильный вариант. Этих вариантов может быть масса, это есть параметрический метод. Для эксперта здесь функция не просто проверить соблюдение того, что требований, того, что написано, а эксперт уже должен проверить проектное решение на возможность достижения этой цели и утвердить это в экспертном заключении. То есть эксперт-то уже должен быть другого уровня. А стройнадзор, он должен был уже проверить исполнение этих утвержденных проектов на объекте строительства, принять участие в реализации. То есть все становились участниками одного процесса достижения цели. Только вот этот путь, он бы давал, условно говоря, развитие всей отрасли, не заставлял бы только делать то, что написано, а заставлял бы всех мыслить. Но почему такое нормирование является инновационным? Просто это путь развития. Для проектировщика это не просто делать то, что написано, а думать, как искать решение, как это сделать с развитием новых технологий, которые появляются, самому при этом развиваться и побуждать развитие всех окружающих. И эксперт тоже должен проверять проектное решение на возможность застижения цели. Они не спрашивают, где это написано, и не искать где-то нормативные документы, которые должен сослаться, на которые должен заключение. То есть это вот вариант, который делал бы всех участников нормального процесса, побуждал бы к совершенству. А для стройнадзора, естественно, в параметрической схеме, он тоже становился частью участникам процесса. И необходимость оценки вот этой безопасности стройнадзором, она бы приводила к тому, что стройнадзор не превращался, как он сейчас, зачастую становится, просто приходит, посмотрел, несоответственно, проектная документация, потому что строится, выписался штраф. Он бы становился точно так же участник процесса. Красивую картинку брисовал слушатель вебинаров, вы скажете, что это фантастика. На самом деле, это не фантастика, а суровые реалии развития. Не хочешь быть в хвосте, будь там, а хочешь быть впереди, делай то, что хоть что-нибудь на своем месте. Ну, вот, исходя из этого, нам было поручено мониторить состояние нормативной базы, но мне тут отказывают, что у нас осталось 10 минут. Тем не менее, мы нормативную базу анализируем, находим нестыковки, вывели для себя программу. И, что Юрий Андреевич говорил уже про состояние нормативной базы в других развитых странах, вот даже Америка сейчас переходит от системы своих кодов, это самое закостенелое давнее законодательство в мире, когда нарушить код, он же у нас с НИПом, который назывался, было просто нельзя, потому что попадал на всю, как бы, подтрез страховой деятельности, страховщиков, и просто там невозможно было нарушить. Даже они сейчас переходят на параметрический метод. А в Германии, что мне очень нравится, там специалисты-инженеры пишут сами свои нормы, они применяются достаточно широко, и их применение более, как бы, приветствуется, оно более востребовано всеми органами законодателей власти. И, ну, такая структура у них называется требования стандартов ВДА, и они становятся, в Германии, они выше, чем требования ЕН. Должен сказать, что вот этот мониторинг, который мы приводим, он первый для системы инженерно-технического обеспечения. Аналогичные работы делались и раньше, но не охватывали весь круг системы инженерно-технического обеспечения всех систем. Что, ну, не буду повторять, там, я расскажу, что было в этих отчетах раньше, в основном это было переработать СП, разбить его на две части, сделать строительные нормы, и своды правил добровольные применения вот все так, условно говоря, нам и предлагали. Но, как сейчас мы, в какой мы структуре находимся сейчас? Вот мы находимся в этой структуре, то есть у нас есть пункты СП обязательные, пункты добровольные, есть СТО. И, собственно говоря, что мы предлагаем делать? Дальше. Мы предлагаем три варианта к рассмотрению, осмысленных совершенно вариантов, и мы предлагаем сделать базовые СНИПа или СП, или строительные нормы, как они будут называться, здесь не важно. Но эти базовые СП должны были доносить, на наш взгляд, обязательного применения требования. И после них уже должны бы были своды правил, которые бы обеспечили соблюдение их требований. Это своды правил и 131 серии, и 133, и своды правил новой серии, которые сейчас в Минстрой выходит, и стандарт, ино-призм, стандарт ООК, и все бы это было добровольное применение. На базе вот этих сводов правил мы предполагаем, что должно все-таки возродиться система возобновления выпуска пособий, методических рекомендаций, просто рекомендаций. А СТУ, на наш взгляд, их просто надо отменить, и делать их только на основе научно-исследовательских разработок, именно связанных с появлением таких-то новых технологий или новых решений. И после прохождения СТУ их следует опять же возвращать или прописывать в строительных нормах и правилах вот таких, которые носили статус обязательного применения. Второй вариант мы как предлагаем, просто ничего не меняя в этой системе, сделать все своды правил обязательного применения, все пункты сводов правил. Но здесь мы как бы видим вот это разумное зерно, которое было в постановлении правительства прописано, создать какую-то группу экспертов, именно экспертов своей области, не чиновников, которые бы просто почитали, подумали над этим СП, оставили там именно те нормативы, которые бы не противоречили друг другу и были действительно актуальными и соответствовали требованиям сегодняшних реалий. И мы пришли также потом к выводу, что все-таки основным нужно сделать структуру, в которой были бы базовые своды правил. И взяли за основу постановления правительства 87, и в которых эти требования уже были разбиты как бы на несколько блоков. Это блок электроснабжения, водопроводы канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения и системы связи, сигнализации и обеспечения безопасности. Вот такие пункты у нас в разделе 5 по инженерии есть. И мы как бы предлагаем на основе них сделать соответствующие своды правил базовыми. И третье вот наше предложение, и мы к нему склоняемся, сделать своды правил, ну как бы объединить их так, как это должно быть. То есть должны быть в сводах правил или в строительных нормах названия не имеют собственно говоря большого значения. Объединить, например, на основе СП-60, СП-7, там стандартов АОП, стандартов предприятий, САНПИНов, сделать нормальный нормативный документ. То же самое сделать с СП по водопроводной канализации на базе таких документов. То же самое сделать с электрикой, с газом. То же самое выделить блок высотных зданий и оставить блок по СП, поддержку этих хрисионов или СП по правилам производства и приемки работ. Вот такая идея есть. Мы сейчас ждем отклика на эту идею от вас. И весь наш как бы в рамках мониторинга все, что мы делаем, оно именно направлено на то, чтобы оставить, сохранить целостность нормативной базы, отстоять ее, чтобы она не была разрушена. И цель нашего сегодняшнего вебинара доведение нашей позиции для слушателей и предложения ко всем вам поучаствовать в этом процессе. Может быть у кого-то свое видение это и есть. Мы были бы признательны за те варианты, нам присылали. То есть работа сейчас по заказу в ФАУФ и все выполняется. Название ее совпадает с темой нашего мониторинга и предлагается получить предложение от заинтересованных лиц. Мы уже несколько мероприятий по этому поводу на разных уровнях провели. Если у вас есть соображения на этот счет, то еще раз просьба подключайтесь. У нас осталось совершенно практически мало времени, которое нам даны для ответа на вопрос. Вот поступили вопросы от Адама Леонида Абрамовича. Будучи генеральным директором теплоснабжающей компании завод СК выдал застройщикам в составе технических условий на подключение в разделе энергосберегающие мероприятия рекомендации выполнить ВТП функцию приоритета ГВС. И по его мнению внедрение данной функции с экономик застройщикам не менее 15% Закройте дверь пожалуйста, не нато шуме. Вы выдали бы ему возможность применять до 15% экономик на подключение застройщиков к сетям. И тут приводится цифр сколько рублей на этом сэкономился. Мне кажется этот путь неверен. Приоритет ГВС и так у нас по факту есть. Любой человек который видит перед собой схему ОТП он понимает что для приготовления воды на нужды ГВС у нас идет вода после теплообменников в первую ступень отопления отопления вентиляции она ее греет. А вот тот самый пиковый мощности это подключение второй ступени горячего водоснабжения которое именно включается вторая ступень подключается для отогрева воды именно в пиковые периоды водоразбора я должен сказать источник и сети никто не считает на максимальный часовой расход горячей воды все кто их считает по нормативам они их подбирают на средний часовой расход воды поэтому пожелание приоритета оно по сути то и существует приоритет он существует в котельных установках домашних там маленьких и по факту он имеется что еще вот вопрос Глебов Максим Михайлович задает вопрос очень много разночтений и инстыковых разных документов в СП-113 указано что в подземных автостоянках к одной домовой шахте допускается присоединять домовые зоны общей площади не более 3000 метров квадратных на каждом подземном этаже понятное допущение так как расчетный пожар 1 то и шахта может быть общая отсюда и вытекает что общим может быть и крышный вентилятор домоудаления ну и вопрос задает а как же тогда 3000 метров один пожарный отсек то как совмещать требования СП пункт 7.1 где указано что системы противной вентиляции должны быть автономны для каждого пожарного отсека я думаю здесь совершенно недоработка ваших нормативщиков или тех кто у вас делает требования пожарной безопасности если мы имеем подземную стоянку с несколькими этажами по высоте как правило это вся подземная стоянка вниз это является одним пожарным отсеком никогда в таких стоянках за всю свою область проектирования не было никакого чтобы каждый отсек был собственным пожарным отсеком поэтому в этом случае подземный пожарный отсек многоярусный имеющий несколько подземных этажей это один пожарный отсек шахта дымоудаления будет общая одна она может быть один может быть стипулятор пожар может быть один и соответственно требования то что у нас дымоприемные клапаны должны быть на 1000 метрах или сейчас готовится изменение к СП на 500 метров площади пожара должен быть один клапан но это соответственно остается какие еще замечания поступили вот поступил вопрос по Жихонову Елене Викторовне она задается вопросом как совместить требования СП-30 СП-54 и СП-8 и СП-10 я не буду читать суть вопроса в том что до 50 метров нужно делать внутренний противопожарный вопрос и разночтение нужно ли выполнять предусматривать устройство сухотробы с выявленными наружу патрубками с вентилем конечно нет четко если это считать и правильно это читать то у нас здание до 17 этажей было написано те же 50 метров которые выполняются в одну зону не требуют никаких патрубков для подключения пожарных машин а подключение патрубков для подключения машин это для зданий выше 17 этажей выполнив две зоны в этом случае в каждой зоне уже выводится патрубка для подключения машин потому что давление указывается на этих головках совершенно разное чтобы не раздавить систему нужно делать две зоны по высоте вот собственно говоря так проинформировал еще вот вопрос задают просят прокомментировать разночение в пунктах СП-60 и так далее собственно говоря вопрос о том какая температура допускается в производственных зданиях в системе отопления 150 или 110 то есть читая один пункт может сделать 150 другой 110 и спрашивают а можно ли использовать уплотитель 130-70 для внутреннего теплоснабжения проточных установок винткамера категория B и V3 и теплоснабжения теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов никто собственно говоря не запрещает просто вот эти 110 градусов они появились как древние направленные на обеспечение безопасности они не только в этих производственных зданиях присутствуют если вы здание общественно берете то там не разрешается прокладывать здание трубопроводить с перегретой водой через помещение в котором могут находиться люди то есть признать что это в принципе достаточно проблемно перегретая вода и мало того что перегретая вода все-таки она имеет специфику при аварии это вы получим свещи при свещи пар запаривания неприятные моменты лучше конечно приходить при технической возможности на низкотемпературную воду как правило до 100 градусов в худшем случае 110 115 производства в жилье или в общественных зданиях это ограничение оно есть ограничение температуре 95 градусов ну за исключением однотрубок для которых послабление осталось но слава богу однотрубок сейчас становится все меньше и меньше этот анахронизм конечно он скоро умрет наверное и слава богу чем быстрее тем лучше ну вот собственно такие были вопросы еще поступали какие-то вопросы поступали сейчас СП утвержденное рекламное Минстро например СП 30 13 30 30 20 16 по действительному положению пока эти пункты не попали в соответственный счет постановления правительства 1521 они не могут применяться вы вынуждены обязательно применять пункты которые относятся к СП 30 в 2012 году вот такое положение есть его как бы ущербность все видят но закон такой что раз в 5 лет может подносить изменения в соответствии постановления это тоже будет отражено что это нельзя допускать таких вещей и поскольку норматив утвержден нестроен наши требования должны применяться всеми в том числе добровольные обязательно но это мое личное мнение а по формальному признаку вы не не можете применять на соответствующие пункты СП 76 и СП 77 касающие приемки рабочей документации и аналогичные роды СП СП 16 30 пункт и аналогичные Я уже в конце вопроса потерял суть того, что было написано. Не понимаю, какая связь лотков с требованием водоканала. Давайте мы этот пункт просто отпишемся, подготовимся и отпишем вам на почту, на ваш адрес. Достаточно сложно. Но если это все, хочу поблагодарить вас за внимание, еще раз посмотрите на экран, если у вас свои соображения на отчет. Подключайтесь, не стесняйтесь, присылайте свои замечания, предложения, будем очень рады. Поскольку наша позиция, не должно быть кулуарного применения, написания сводов правил без привлечения, соответственно, профессионального сообщества. Это наша позиция. Спасибо вам за внимание. До свидания. Спасибо большое. Чего припеть в стуле не. Спасибо. 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 . Спасибо.